Отец Небесный, будь с нами на программе «Сила в полдень». Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас, спасенных, чтобы служить по миру, и новых зрителей. Добро пожаловать на эту программу «Сила в полдень». Это ваш духовный оазис в этом странствовании пилигримов. Я ваш ведущий Эндрю Энрикес в понедельник, 16 октября. Добро пожаловать всем и каждому на программу «Сила в полдень». Как вы видите, мы будем обращаться к следующим темам. Все эти темы составляют вопрос жизни и смерти. Эта презентация не только для нас, но и для тех, кто в мире. Этот народ проклят. Его кровь пусть будет на нас и на потомках наших. Разоблачение папского заговора и снятие с него грима. Братство – это код для воскресного поклонения. Не будьте обмануты. Надо трубить отчетливо и готовиться к битве. Друзья, есть утверждение, которое гласит «Никогда не позволяйте хорошему кризису пройти впустую». Папство и его союзники очень хорошо пользуются этим утверждением. И сегодня я дам вам эту возможность услышать это. Вы не хотите, чтобы серьезный кризис прошел впустую. Что я имею в виду? Это возможность сделать то, что, как вам кажется, вы не могли сделать раньше. Рен Эммануэл, бывший мэр Чикаго, однажды сделал вывод. Вы не позволите хорошему кризису пройти впустую, имея в виду, что когда мы находимся во время кризиса, у людей, которые руководят, как правило, гораздо больше возможностей делать то, чего они никогда не смогли бы сделать при обычных условиях. И это правда. Хорошо, друзья. Сегодня я начну с Матфея 24 главы и стиха 3. Когда Христа спросили, «Скажи нам, какое будет знамение твоего пришествия к концу мира?» И первое, что сказал Христос, «Берегитесь, чтобы кто не обманул вас». Обман будет преобладать в последние дни. Имея это в виду, я хочу обратиться к конкретной теории, которая витает в воздухе в результате войны на Ближнем Востоке. Некоторые не верят, что иудеи, которые в настоящее время проживают в Израиле, на самом деле являются из рода Авраама, происходит из рода Авраама. Они не верят этому. Вот что я думаю. Являются ли они или нет, конечный результат будет один и тот же. Библейские пророчества должны исполниться. Я прочитаю конкретный текст Писания, на который некоторые не обращают внимания. «По Божьей милости вы будете просвещены». Некоторые забыли его, и по милости Божией я напомню вам. Другие же не такие смелые и попадают в ловушку, и отказываются обращаться к этому месту Писания. Но с помощью благодати Божьей сегодня я имею смелость в Духе Святом. И поделюсь с вами этим текстом. В Матфея 27 главе и стихе 25, что эти евреи сказали во время распятия Христа? «Кровь его на нас и на детях наших». В книге «Желание веков» нам сказано на странице 739 такие слова, потому что они не верят, что эта группа происходит из рода Авраама. Здесь сказано «Этот приговор, который они вынесли себе, был записан на небесах». Это заклинание было услышано. «Кровь Сына Божьего осталась на их детях и на детях их детей, как вечное проклятие». Этот народ проклят. Некоторые евреи, которые принимают Христа, могут быть спасены, но не путем соединения иудейской религии и христианства, а через принятие христианства. Самым ужасным образом это проклятие исполнилось при разрушении Иерусалима в 70-м году. Оно же обусловило состояние иудейской нации на протяжении 18 веков. Этой сокшая, мертвая и бесплодная виноградная ветвь должна была быть отсечена и сожжена из поколения в поколение. По всему миру Земли из века в век мертвая мертвая во грехах и преступлениях. Еще более ужасным образом заклинания иудеев исполнится в Великий Судный День. Те, кто кричали «Кровь Его» на нас и на детях наших, отвергая Христа. Горе! 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 И это не только для еврейского народа, но для всякого, кто отвергнет Христа Его настоящую истину из Писания. Его кровь будет на нас. По сути, вы говорите эти же слова. Вы получите последние семь язв и вторую смерть. Пусть никто не обманет вас. И это также относится к обманчивым войнам. Точно так, как в Откровении главе 12 и стихах 7 по 9 сатана обманывает весь мир. И кто является сатанинской организацией на Земле? Это Ватикан, Святой Престол, Папство. Почему иудейский народ так страдает? Почему? Его кровь на нас. И будет еще хуже. И кто вступает в игру прямо сейчас? Папа Римский. И что он теперь говорит? «О мир, прекратите войну». Посмотрите на это, друзья. Папа Франциск призывает к миру и сдержанности в войне Израиля и Хамаса. Призывая к миру, он хочет выступить посредником между Хамасом и Израилем. Призывая к миру, как будто он великий посредник. Он хочет вести переговоры об освобождении заложников. К миру. Вот к чему он призывает – к миру. Папа Франциск призывает Хамас освободить заложников израильтян. Все это происходит прямо сейчас. Я хочу поделиться с вами тем, что в основных средствах массовой информации не могут вам сказать, а также на альтернативных платформах не скажут вам. Большинство не могут, только те, немногие, кто понимают библейские пророчества. Во 2 Петра, главе 1, в стихе 19 Библия говорит, «Мы имеем также более верное слово пророчества». Вы хорошо делаете, что внимаете ему, как светильнику, который сияет в темном месте. Вот так, друзья. Поэтому, когда мы не можем понять, что происходит, тьма, текущие события, сообщения, чему мы можем доверять, кому мы можем доверять, что факт, а что фикция, следуйте библейским пророчествам. Потому что помните, что когда Папа Римский говорит о мире, о мир, что говорит пророчество конца времени? Папа, папство и вся эта система имеет раздвоение личности. В Библии, папство уподоблено человеку-миротворцу, который губит. Это глава 8 Даниила, стихи из 23 по 25. Также папство, вся эта система уподоблена человеку, ведущему войну, воюющему против святых божьих. Даниила, 7 глава, и стих 25. Откровение, 17 глава, стих 13-14. В данный момент я буду разоблачать, открывать папский заговор. Вы помните человека по имени Авессалом? Вы помните царя Давида? Что Авессалом пытался сделать? Разве это была не попытка свергнуть царя Давида? Что делал Авессалом, чтобы завоевать сердца людей, чтобы свергнуть престола своего отца и стать царем? То, что делал Авессалом, делает сейчас Папа Римский. Вы говорите, чтобы я это подтвердил. Хорошо, посмотрите. Папа говорит, этот Совет Безопасности ООН непригоден, парализован. Он не может привести к миру и безопасности на Земле. Почему Папа пренебрежительно относится к ООН? Есть ли у него повестка дня? Вот что здесь сказано. ООН нужны настоящие зубы. Она не может принести мир, гарантию и безопасность. Другими словами, Папа говорит, посмотрите на нас. Они бессильны. Не забудьте, что ООН — это конгломерат разных наций. Другими словами, он говорит, у ООН нет решения проблемы. Послушайте нас. У нас есть восстановление. Мне интересно, насколько пестрой, в пятнах, греховной является история папства. Посмотрите на бывшего президента Израиля. Что он сказал? Франциск является более сильным защитником мира, чем ООН. Перес хотел сказать, что Папа Франциск — единственный, довольно уважаемый лидер, который может положить конец сегодняшним войнам. Вы можете прочитать остальное, друзья. И Папе нужно установить организацию объединенных религий, такую, как организация объединенных наций. Пометьте себе. ООН и ООР. Надеюсь, вы уловили мысль. Что делает папство? Создает войны. Посмотрите на это, друзья. Папа Франциск — капеллан ООН. Вы можете видеть, что он стремится получить. Папа — божественный руководитель всех наций, которые составляют Европейский Союз. Единственный моральный авторитет. Следующее. Папа Франциск — это мировой пастор. Вослюбленные. Во Второе Царство, я должен это подтвердить, во Второе Царство, главе 15, когда я буду читать эти стихи, подумайте о шагах, которые делает папство и его роли, даже теперешний Папа. Папа Франциск — стих 4. «Еще Авесолом говорил, «Ой, если бы меня сделали судьей в этой земле, чтобы каждый, кто имеет какую тяжбу или дело, приходил ко мне, и я судил бы его по справедливости». Стих 5. «И было так, что когда какой человек подходил поклониться ему, он простирал руку свою, брал его и целовал его». Кто целует мировых лидеров, когда они приезжают к нему? «Вам нужны еще доказательства?» Стих 6. «И таким образом поступал Авесолом со всем Израилем, который приходил к царю на суд». Ты имеешь в виду посредничество? Продолжим читать. «Так Авесолом крал сердца людей Израиля». Вы видите это? И стих 10. «Но Авесолом разослал разведчиков». И стих 12, последняя фраза. «И заговор Авесолома против Давида был сильный». «Современный Авесолом». «Современный Авесолом». Если вы считаете этого недостаточным, я дам вам еще одно свидетельство. Библия говорит, что из уст двух или трех свидетелей каждое слово будет утверждено. «Я поделюсь с вами тем, что они вам не расскажут». Сегодня мы будем разоблачать папство. Мы снимем с него его грим. Мы раскроем его притворство. Снимем с него камуфляж и разоблачим его, кто он есть на самом деле. Человек греха. Самый опасный враг для нашей гражданской и религиозной свободы. Кто еще в Библии является прообразом современного папства? Это Иезавель. Обратите внимание, что Иезавель в Библии названа матерью. Пометьте себе это. Мы здесь не строим догадки. Иезавель уподоблена блуднице. Иезавель также волшебница, занимающаяся колдовством. Иезавель также имела власть, контроль над царями в те дни. Иезавель была также гонительницей и убийцей. Запишите эти стихи для подтверждения. Четвертое царство. Глава 9, и стих 22. Третье царство. Глава 18, стих 4, 10, 13. Третье царство. 21 глава, стих 25. И Библия говорит в Малахии, 4 главе, в стихах 5 и 6, то, что происходило во дни Ильи, Иезавели и Ахава, повторится в последние дни. Давайте применим это к папству. Откровение, глава 17, стих 3 по 6, папство названо матерью блудниц, как иезавель. Папство названо кровавой организацией. Здесь об этом сказано. И папа говорит, что их церковь является церковью-матерью для всего христианства. Друзья, Вавилон пал. Пал. И чтобы подтвердить, что это Вавилон в Откровении 17 и стихе 3 сказано, что она, мать блудниц, хулит Бога. Богохульство — это когда человек заявляет, что он Бог. Это папство. Человек, который заявляет, что может прощать грехи. Это папство, священники. Это Иоанна 10, глава, стих 33, и Марка 2, глава, стихи 5, по 7. Давайте поговорим о колдовстве. В Откровении, главе 18 и стихе 23 Вавилон занимается колдовством. Современная Изовель. Изовель управляла Ахавом, который был царем. В Откровении, главе 17 и стихе 18 Вавилон, папство, царствует над царями земли. Послушайте мне внимательно. Если бы мы жили во времена Ахава и Изовели, когда Ахав начал разыскивать Илью и убивали божьих пророков, 3 царство, 17, стих 4, 10 и 13, кого бы мы назвали главным руководителем убийства всех этих людей в разных землях? на первый взгляд, мы бы сказали, что это Ахав, так как он царь. Но кто это был на самом деле? Изовель, кто скрывается за всеми этими убийствами, жертвами убийств, зверствами в мире? Это папство. Конечно же, я не говорю о человеке, который убил свою жену в своем доме или об автоавариях. Убийство, о котором мы говорим, это убийство в разных странах, которое влияет на мир. Посмотрите, что здесь сказано в Откровении, главе 18. Пожалуйста, запишите этот текст. Глава 18, Откровение, и стих 24. Библия говорит, что Вавилон виновен в крови мучеников, в крови пророков, в крови святых, и затем сказано, что он виновен во всех убийствах на земле. Это пророчество. Во-вторых, в стихе 21, Откровение 18, главе сказано, что Бог посетит Вавилон, папство, и он будет повержен жестоко. Вопрос, почему Бог повергнет Вавилон папство прежде всего жестоко? Есть в Библии правило, Бог воздаст Ему за все, что Оно делало на земле, уничтожит Его жестоко, потому что это власть, которая приносит жестокость на землю. Запишите, Матфея 7, глава, и стих 2. мир это называет кармой, но Библия называет это воздаянием. Запишите Откровение 18, глава, стих 6. Воздайте ей вдвое согласно ее делам, жестокости. Откровение 16, стих 6. Оно стоит за кулисами. Пришло время снять с папства покрывало, снять с него грим. Грим, пастор, слушайте меня внимательно. В 4 царств, главе 9, в последнее мгновение существования Изавели, когда к ней приближался суд, вы знаете, что Изавель сделала в стихе 30, 9 главы, Библия говорит, что она накрасила лицо свое и украсила голову свою, чтобы обмануть Иеуя. Но Иеуи видел ее сущность через ее макияж, внешний вид, что это прикрытие, камуфляж, потому что Иеуи был помазан Елисеем, Духом Святым. Аминь на это. Иеуи задал один вопрос, кто на моей стороне? Сбросьте Изавель. И они сбросили Изавель, и Библия говорит, что псы съели плоть Изавели. Что приближается к папству и его союзникам? И для тех, кто не выйдет из римского католицизма. Можем ли мы видеть, что приближается она наполняла землю жестокостью, и поэтому она получила такое воздаяние? Псы съели ее плоть. Послушайте меня внимательно. Может ли стоять за кулисами в войне Хамаса с Израилем папство? Что означает Хамас? Х-А-М-А-С это означает жестокость? Вот перед вами значение. Разве это случайно? Помните, что в Бытие главе 6 стихе 13 земля наполнилась насилием. И Библия говорит, что как было во дни Ноя пришел потоп, так будет и в последние дни. Матфея 24 глава стих 39 Хамас Хамас то же самое насилие жестокость. Почему в Библии записаны имена? Потому что имя отражает черты характера человека, группы, народа, движения. Откуда взялось это название? Палестина. Оно появилось от филистимлян. От филистимлян. Голиаф против Давида. А Весолом Давид. Они все связаны. Может быть такое, что папизм стоит за кулисами, а Хамас подставная организация. Вот, мои, Иоанн Павел Второй, они не могут вам этого сказать, но мы имеем вернейшее пророческое слово. Иоанн Павел Второй в своем так называемом извинении совершенно ясно, что паписты делали за последние две тысячи лет. Это перед вами на экране. За все, начиная с крестовых походов до инквизиции, за насильственные обращения веру, за грехи против женщин и антиеврейские действия. Такое выступление было впервые для церкви. Она не изменилась. Давайте сформулируем это таким образом. Во время Второй мировой войны за кулисами стоял папа Иезавель, но все, что мы могли видеть, был только Гитлер. Вы поняли мою мысль? Но кто стоял за кулисами? Современная Иезавель, папство или жестокость на земле между народами. Вернемся к Откровению в 18 главе и стиху 24 и 21. Антисемитизм для вас это папизм. Выйди из нее, народ мой. И конечно же она заявляет, что попросила прощения. Слушайте мне внимательно. Поскольку в 2000 году она выступила с извинением, она извинилась за свое насилие и вопиющие действия, почему она будет уничтожена? Ответ она не изменилась. Вы понимаете в чем смысл? Это гвоздь в ее гроб. Вот почему эта власть папства напоминает Леопарда. Откровение 13 глава стих 2 стих 3 4 5 Богохульство стих 6 Богохульство вот так а Леопард не может переменить кожу свою Иеремия 13 стих 23 Одна из моих целей этой программы села в полдень пробудить людей чтобы они бежали убегали из Вавилона. Июй ехал верхом на лошади в город в Израиль в 4 царств главе 9 и подъехал к дому Изавели. Поднял лицо и увидел Изавель в ее камуфляже, в ее макияже. Июй сказал «Кто на моей стороне? Это мать колдунья, мать блудница, мать насилия и убийства». Когда Изавель устроила свой парад и шоу, все были обмануты, кроме Июя. И сейчас программа «Сила в полдень» представляет Июя в 4 царстве 9 главе. И в результате протеста Июя, его слов, проповеди и призыва евнухи, которые когда-то были обмануты, посмотрели на Изавель и увидели, кто она была на самом деле. Кто на моей стороне? А это была сторона Господа. Они сбросили Изавель и он растоптал ее. Псы съели ее плоть. Библия говорит, что псы не съели ее череп и ее кисти рук. Почему ее череп и кисти рук? Подумайте об этом. Библия могла бы просто упомянуть, что псы съели ее плоть. Но Библия подробно описала части тела, которые не были съедены псами, ее череп, ноги и кисти рук. Почему? Потому что в последние дни будет ставиться начертание зверя на голову, лоб, мозг, разум и на руку. Откровение 13 глава, стихи с 15 по 17 по 17 по 17 Откровение 14 глава, стих 9 и 12 Вы видите это, друзья мои? Современный Вавилон, папство. Кто на стороне Господа? Убегайте из Вавилона. Откровение 18 глава, стихи со 2 по 4 Выйди из нее мой народ. В завершение я скажу вот что. Пожалуйста, делитесь этим видео, чтобы мы могли пробудить евнухов в мире, пробудить людей в Римско-католической церкви, чтобы они оттуда бежали, а также встревожили тех, кто поклоняется воскресенье, кто считает его днем Господним, своим днем поклонения, чтобы они могли выйти из ложного поклонения и тех, кто не находится ни в какой церкви, войти в Божью церковь остатка адвентистов седьмого дня, тех, кто находится в лжерелигиях, как ислам, выйти от Измаила и присоединиться к Исааку, Аврааму, истинному духовному Израилю. Какая конечная цель Папы? Друзья мои, слово «братство» это код для воскресного поклонения, то есть соблюдение воскресенья, установленное законом. Папа создает конфликты и говорит, нам нужно братство, одно мировое правительство, одна мировая религия. Посмотрите на экран, слова красным шрифтом. Да, Папа призывает Хамас освободить заложников. Он хочет построить мир, основанный на диалоге и мужестве братства. Посмотрите на следующий слайд. Папа говорит, он хочет возглавить дом семьи Авраама для евреев, для ислама и для христиан. И что здесь сказано? Он хочет братства между религиями и народами. И это будет решением войн. Братства. Не принимайте это с моих слов. Слова красным шрифтом. Папа говорит, и церковь, слушайте, я, пожалуй, начну сверху, следуя традициям, на которых построена каждая религия, мечеть ориентирована на Мекку, синагога на Иерусалим, а церковь ориентирована на восток, в направлении восхода солнца. «Нашими ценностями являются, говорит Папа, мирное сосуществование, любознательность и в центре всего человеческое братство. Это кодовое слово для воскресного поклонения. Да, это гвоздь в их гроб. Это обращает наши мысли к Иезекиле главе 8 и стиху 16. «Они повернулись спинами своими к храму Господнему, а лицами своими к востоку и поклонялись солнцу на востоке». Когда это произошло, стих 17-18, Иезекииль 9 глава с 1 по 6, для них окончился испытательный срок. Какое время мы теперь живем? Наступило время, «Мой народ, спасенный, чтобы служить по миру». Не просто издавать трубный звук, потому что многие заявляют, что делают это, но нужно издавать отчетливый звук, чтобы мы и другие люди могли приготовиться к сражению, к воскресному поклонению, установленному законом. Народ, соблюдающий Божьи заповеди, соблюдает субботу. Иисус скоро придет, и протест продолжается. Вы теперь знаете, что нужно делать, друзья. Делитесь этими фрагментами истины с теми, кто вас окружает. Ставьте лайки, чтобы иметь крылья и двигаться вперед. Комментируйте, чтобы у нас был диалог, и подписывайтесь на Божью платформу. я встречусь с вами сегодня вечером в 7 часов по восточному времени. Моя жена, я, начинаем важную серию проповедей. Маранафа, готовьтесь, готовьтесь, Господь грядет.